По итогу будет отремонтировано основное здание и котельная, а также кровля, актовый зал, библиотека и другие помещения. Уже закуплено современное интерактивное оборудование для кабинетов. В школе не было доступной среды по архитектурному плану, она не была предусмотрена ранее. Ну и поскольку сейчас это очень актуально, то безбарьерную среду уже подрядчик нам тоже определил, и она будет современная, надеемся, что самая лучшая. Сейчас проводится демонтаж старых коммуникаций. Все будем демонтировать полностью, окна, двери, стены, чистка штукатурки. Демонтаж уже 60% выполнено. На разных локациях школы работают порядка 40 человек. Начало положено. Скоро здание преобразится, все классы распределятся по соответствующим этажам, как культурное наследие станицы сохранится и переедет историко-краеведческий музей школы. Местный житель сделал макет относительные хирургичные хаты. Ребята на уроках кубановедения на историю культуры кубанского казачества приходят в музей и могут увидеть, как на самом деле делалась хирургичная хата. Этот музейный экспонат, так же, как и другие, сохранится и тоже будет перенесен в другое здание. Здание, которое нам предоставило любезно Управление по делам молодежи, у них есть две комнаты, здесь в станице Гостогайской. Пока частично музей будет находиться там, он будет работать. Как правило, его посещали и будут посещать даже в течение этого года школьники нашей школы 15-й, так же 31-й школы и детские сады. В обновленную школу коллектив зайдет 1 августа 2025 года. Кстати, работа не помешает учебному процессу. Для младших классов уроки организуют в 31-й станичной школе, а учеников средних и старших классов доставят на школьных автобусах в Юровку и Чекон. Анна Станкевич, Михаил Григорьев, Анапа, Регион.